Всем привет, дорогие друзья! Наше вытесокотелохнологичное при шоу закончилось, и сейчас начинается простая студия аналитики, ведущая Кристалл Мэй вместе с Ластом, вместе с Нэмэйтом. Ничего не поменялось, в принципе, у нас сетапы одинаковые, вот, а париматч продолжается, это второй день плей-оффа. К сожалению, не Лана, потому что Ланы, напомню, запрещены. Надеюсь, что вы тоже сидите дома, а не едете сейчас где-нибудь в автобусе и смотрите с мобильничка, потому что если вы это делаете, то вы не очень хороший человек, вот, и не очень... Но если делаете, включайте на громкую связь. Да, забывайте всем тогда уж в таком случае. Вот, друзья, соответственно, у нас сегодня два БО-3, и, конечно же, основной вопрос по классике, это то, какое по вашему БО-3 будет поинтереснее, потому что, да, логично, что Ашеры немножко дальше прошли, но все-таки, возможно, вам кажется, что более балансное противостояние Flight of Moon. Ашеры Flight of Moon, наверное, самое яркое противостояние, то есть сегодня, наверное, вообще такой день, что может быть шесть карт, где все шесть игр будут идти в районе часа, потому что в целом и там, и там, и там ребятки играют, ну, более-менее нормально, вот, единственное, что... Спасибо тебе за десятичасовой эфир. Да, 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 единственное, что винстраки начали проседать, но у меня есть надежда, что когда-нибудь они реабилитируются и начнут играть, как они играли до этого, потому что что-то с ними случилось, я не знаю, но они уж совсем какие-то ватные, то есть вот они сказали, что наше цель попасть в плей-офф, они в плей-офф попали, и все, видимо, на этом цели их закончились. Ну, так вспомни их интервью, допустим, во время там третьей или четвертой серии на париматч, вот они сыграли, выиграли, мы им позвонили после эфира, и нам, допустим, ответил ТСА формата, что мы вот придумали драфт, мы его взяли, мы его реализовали, и так-то, так-то, так-то у нас все получилось. То есть мы спрашиваем, у вас было ли понимание, что, допустим, играть со Силен против ТБ в лейт не самая хорошая идея? Да, мы это знали, да, вот мы поэтому решили закончить пораньше и так далее. То есть до, скажем так, пятой игры, пятой серии париматчика у них подготовка к каждому турниру, к каждому матчу шла на высшем уровне. И потом вышел новый патч, потом вышел новый патч, где начали лютую дичпикать Fly to Moon, начали лютую дичпикать Windstrike, и сейчас посмотрим, кто же из них все-таки смог понять, что надо брать. Но пока видно, что Fly to Moon они реабилитировали. Вообще, будем честны, в случае с Windstrike очень сложно что-либо говорить, потому что они играли вчера против ВП, ВП ясное дело там просто на голову выше. Ну и опять же с Зайцем вчера был созвон, после окончания каток и вот по поводу первой карты он как раз говорил о том, что у них было все в темпларке, а темпларка в соло ничего не может, и поэтому, соответственно, просто по макро они прекрасно понимали, что из страйков сам... Это, знаешь, это такой намек, что гирокоптер не кор. Вот гирокоптер не герой. Тонкие намеки от Зайца. Умеешься выцеплять, да, какие-то эти тонкие вещи. Да, гирокоптер без виспа, деньги на ветер. Да, ну, насколько я понял, ты спец по дичи сегодня в нашей студии и можешь оценить вот то, что ты сейчас видишь на экране. Не, уже лучше, уже лучше, уже однозначно лучше, то есть пока крепыш, крепыш — это новый термин нашей студии аналитики, это кентавр, который принимает удары, это суперлейтовый кор в лейте, ну, такой оффлейнер, который круто бьет с руки, причем там просто нереальный дэмэдж заходит с ритлейта, особенно если он соберет керасу, будет атак спид, в общем, крепкий дядя, и закрепляется его гримстроком. Все, линия готова. Против этой линии давать слабины нельзя. Я пытаюсь вспомнить хотя бы одну игру, в которой кентавр собирал керасу и уходил в атак спид. Да, но это, если ты посчитаешь по математике, там получается крепко, когда у тебя там с ритлейта... Да, да, я понял твою идею, это примерно как цемка с терапирами, то есть... Да, нет, 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 это как цемка с аганимом, блэкинг баром, блинком. Я пытаюсь, что бабка с терапирами под этим... Дмитрий, у нас много времени, нужно успеть его занять. Если вы будете сразу вот так вот критиковать любое предложение, то... Нет, мы можем накидывать героев. Накидывай, давай. Это будет более стандартным решением. Минус тролль. Интересно, кстати, почему не тролль Oracle, к которому мы привыкли, жизнь с бетона, да, то есть здесь появляется Nike, то есть понятно было, что Рик точно не появился по подобным факторам. Опять же, возможно, потому что он, типа, лучше против кентавра стоит. Опять же, против грима у него есть... Тролля можно раскатить. Тролля реально очень легко раскатить. Опять же, на тролле кинул улицу Гримстрока, он стоит, если с кем-то подвязаны, просто в ультимейте ничего не делает. А Ластиллер может там то и туда, и сюда, и залезть с кого-нибудь, и поехал. Тролль чувствителен контролю. Тролль до Блокингбара будет страдать против станов Кентавра, против там всяких станов Гримстрока. Это все создает определенный дискомфорт. Для Кора, а наикс вообще по барабану на первых двух героях. Он просто идет и грызет, и при этом он почти не получает урона. Да. Но опять же, скорее всего, Кентавр и Гримстрок — это и есть линия в оффлейне, и против них подобрать тролля было бы такой странной идеей, наверное. Хотя, опять же, есть Оракл, который с дисплоном кое-что может все-таки. Димас, накидывай дальше. Ну, под раз пока еще ничего не изменилось, но я все еще голосую за то, чтобы убрать тролля для Винстрайков теперь. И на этом ваши идеи закончились? Нет, это самая просто адекватная идея. Я могу накинуть еще десятку, но зачем? Давай, давай, давай. Ну, хорошо, давай мы уберем все герои, на которых играет Чикиряо, уберем, допустим, дровку, уберем на Акстерену и все прочее. Опа. На самом деле, Марфила здесь все еще неплохо смотрит с Ливенстрайков. Он не боится ни того, ни другого, на смысле, ни Оракла, ни... Можно попозже взять. У них жилоспик, правильно? У них жилоспик. Ну, можно всегда еще забанить это все дело. Можно забанить, но бы он остался один. Так, ну и Флайтовы Моны думают насчет того, что им дальше брать. Здесь четверка, скорее всего, появится. Что-то со Станом желательным, потому что контроля пока довольно мало. Ну, они думают, как Драку начать, да, очевидно. Вот хорошая загадка для Флайтовы Моны. Но обычно начинает генерал. То есть у генерала такой пул героев, что вот он там катает на Бэтрайдерах, Клокверках, Бестмастерах, Кентаврах. Вообще весь пул генерала — это толпа не садов. Есть один герой подходящий. Он еще как раз-таки аркан на этого героя у Дэнди свистнул. Это легионка. И генерал не играет, и здесь, по-моему, заходит просто на ура. И что, до шамана можно будет потом подснять все его дебафы? Более-менее, более-менее. И в целом, опять же, лишний. У меня Клокверка даже больше не нравится. Они берут легионку. Нет, ты можешь взять и то, и другое. Смотри, если они берут легионку, их всех убивает один тролль. Прям я вижу, как он врубает Баттл Транс и просто от одного, второго, третьего, пятого, десятого. Под дизаром этого оракла. Да. Просто разваливает. А просто другой. Да, что вообще, на самом деле, плевать. Ты понимаешь, что он предложил тролля, а теперь он предложил его забанить. Ну да, да, но он предлагал забанить именно. Для кого? Против Финстрайка, я так понимаю. Ну, то есть теперь он критикует того героя, которого он предложил забанить. Я прохожу? Да, да. Очень гениально. Это то, как мы работаем. Гениально и логично с обеих сторон. Я же понял. Я предлагал, чтобы Финстрайки... Это первая здравая ваша идея, Дмитрий, да, весь день. Вообще меня не слушайте. Ладно, ладно, возможно, я его не слушал, и поэтому тебе не слушаю. Так нет, с тем, что я говорю, что вы вообще меня не слушаете, на что Диман говорит правильно, твоя здравая идея, не слушайте меня. Идеально. Ну, у нас набор. Вы реально хороши сегодня. Мы только проснулись, друг мой. Соболезнь, да? Соболезнь. Вы пропустили зололуничное утро. Золнечное? Солнечное. Окей. Продолжаешь меня не слушать? ССФ очень у нас с четвертым пиком Диман Страйков, дефолтнейший совершенно Янгджи драфт. Напомню, что он сыграет очень часто на СФах и Темплар Ассасинах, и это его любимые герои, и, соответственно, ну, может быть, не любимые уже, на самом деле, может, он уже доустал, но... Сейчас опять будет играть, пусть, какой-нибудь Темпларки. Ну, это просто такой простор для Ласпика, потому что, если, допустим, мы сейчас взяли Корр и оставили бы Ласпик для Мидера, то Флайт Уму могли бы сами взять СФ, и в итоге закрыть СФ почти нереально. Вот парень приходит, и разве что какой-то вайпер ему даст по щампу. По итогу, ну, в некоторых случаях Темплар Ассасин еще, если она лучше играет, то у нее тоже имеются какие-то варианты атак. СФ теперь закрыть особо нечем, при этом, скорее всего, Флайт Уму сейчас будет еще открываться через оффлейнера, и у Винстрайк все карты на руках, чтобы каунтерпикнуть Флайт Уму, вообще все. Ну, М3-чку сейчас надо выдумывать, я так понимаю, потому что, скорее всего, 4-ка. Причем пропушить они не могут, Рошан они пока забирают медленно, на линиях давления вряд ли получится создать, там будет 2 милишника, и какой-то тролль приходит и просто топоры раскручивает по КД. Ну, такое. Баланар, Баланар еще нет? Нет, Баланар еще не очень. Нет, давайте еще по порядку. Смотрите, вы видите, Севла Стиллер, это, скорее всего, Кэрри-герой. Ну да. Назовите хотя бы одну причину брать СФа четвертым героем, а не какого-то Кэрри, который контрил Севла Стиллера. Ноль вопросов. Потому что ты сейчас берешь СФ у противника, то есть есть Кэрри, которого ты не законтрил пока что на текущем этапе игры, еще и показываешь, даешь им возможность за два драфта закрыть его мидера. Это следующий СФ стиль. Дмитрий, вы меня не слушали, но я уже сказал, что СФа закрыть очень сложно. Вот, и поэтому я говорю, как вчера, будут играть против Семплар, и в очередной раз проиграет. Almost impossible. Во большинстве вариантов, но там был Нун, там, если вспомнить Нуна. А здесь будет айсберг. Вот закрыли СФ? Шачок. Ну, достаточно неплохо. Нормально будет. Его закрыли, да, или нет? Ну, ладно, не закрыли. Вот. Но они могли бы. К этому мы и шли. Они могли бы. Это будет причиной прикопаться к ним, собственно, почему не. Ну, потому что они играют в свою игру, а другие парни свою. Тут видно, что они друг от друга драфтят больше. Видно, что они не прогибаются под эти тренды, под темпы растаясь, они не прогибаются, они гнут свою линию. Это напоминает историю с дровкой на восьмом, получается, в Инте. В Канаде, правильно? Восьмой же был? Да. Когда приехали в Virtus.pro и не стали прогибаться под дровку, поехали домой. Поэтому, да, наши коллективы в этом плане не только молодцы. Там еще Резолю два раза подряд дрову отдали, и из-за этого у нас в Инстрайке домой полетели, и еще одна команда, если я не ошибаюсь. Я про то, что все-все играли, у всех все получалось, а наши как-то даже не подготовили ее. Ну, в Инстрайке, думаю, это еще последнего банна, а сейчас, соответственно, надо убрать. Ну, любой керри, опять же, тот же тролль. Дмитрий говорил про Винстрайк, и Винстрайку нужно забанить все, что способно посноуболить. Если так прикинуть, то Flight of Moon прям могут въехать капитально в Винстрайк, где-то в мидгейме. Братка? С Naix пока, пока прям бороться сложно, потому что он нажимает на рейдж, если в какое-то время он носит, конечно, урон физически, но недостаточно. Он в основном там дает три кайла, ультимейт, а Naix упорно это все. Плюс упорно будет или широку под вторым спелломором. Хорошо, вас не навело на мысль, что банн Хускар говорит о том, что ребята слева могли взять лишака в оффлейн. Могли. А вот это уже лишак мид или бэтрайдер. Слушай, вот теперь могу сказать, что морфу тяжко. Вот теперь видно, что если морф приходит на легкую линию... Да все еще воет. Ему тяжело, да, и нужен крепыш кор, который не пострадает против бэтрайдера. Смотри, берешь вайда, бэтрайдер кидает на тебя один стак на палму, условно нажал темп делаешь, он не может кинуть второй. Мне не нравится. Мне против форкла не нравится. Ну ты на один берешь, то есть многие так играли и нормально все получалось. Против форкла низ это прохладно, да. Против форкла это прохладно. Еще сколько-то лишак тебе реально мешает, потому что он может успеть нажать клавиши. До блэкингбара Войт будет получать дизарм и если каким-то образом кого-то будут пробивать, то ему крайне... В принципе, у нас несколько только героев, которые нормально... Ну да, Найкс, Гернаут. Джиггернаус, Ларк, Найкс. Ну да, вот это крепость. Вот, пожалуйста. Слушай, нормально, Джиггер хорошо. С Башером он месит Найкс, ему вертушки порну на Бэтрайдера и Джиггернаут. Есть проблема, что Джиггернаут часто пользуется стратегией типа крутил ктпаут, а здесь из-за Бэтрайдера это не особо может это получиться. Ну да, из минусов, да. Поэтому давай, я на флайту Мун, просто потому что на классе, на скиллухе, генерал на Бэтрайдере все дела там переезжает. Плюсую. Посмотрим, насладимся чудесной дотой. Являются флайту Мун совершенно очевидно. Ну а мы, друзья, напоминаем вам о том, что существует прекраснейшая ссылочка терап-баннер внизу по трансляции, по которой вы можете получить стопроцентный бонус к первому депозиту на паре матча. Мы отправляемся туда, к парням. Там сидят у нас Серега вместе с Вованом. Здорово. Сидим. Теперь здесь. Вы теперь сидите? Посидели там, посидели тут. Немножко посидим. И посмотрим, кто же, кого подсидит из команд. Винстрайк или все-таки флайту Мун? У меня флайту Мун, такой драфт у них, знаешь, по полочкам все разложено. Вот как-то у них прям все на каждых лайнах, все круто, идея, вин кондишн есть. А вот справа пик опять, это флешбек со вчерашнего дня. Опять ты играешь против Ораклы, опять у тебя вот эти кентавры, все парни, с которыми ты хочешь инициировать и начинать драку. Но тебе это просто не дает сделать один персонаж. Но с другой стороны, они решили сделать вот эту ставку на СФа, то есть универсальный персонаж, на котором Янг Джи может показать такую игру, которую вообще никак не закрыть. Вернулись, так сказать, к истокам. Посмотрим. Драфт у них тоже неплохой, потому что они могут таким драфтом победить. Но действительно, я думаю, знаешь, здесь вот, как мы часто говорим, в таких играх решает очень многое драфт, но конкретно вот в этой паре будет очень много решать как раз-таки исполнения именно тимфайты. Тимфайты, принятые макро-решения, ну и, безусловно, лейнинг, который задаст тон какой-то. Очень важно было проснуться вовремя, да, подготовиться. Как мы видели, ну вы не видели, я видел, что винстрайки пришли в лобби, все находились в пятером минут за десять до старта матча. Флайтлун просто на опыте пришли. Они больше отдыхали, они уже собрались до этого, они пришли на опыте. разогревались где-то. В общем, раскликались. В общем, здесь очень нужно хорошо начать, потому что, опять же, времени на раскачку может и не быть. Там проиграешь первый, во второй, там чуть-чуть ошибешься по драфту где-то, и все. И уже будет очень-очень тяжело. Вторая всегда по накатанной идет. Уже трудно, потому что ты волнуешься, ты проигрываешь, вылетаешь из турнира, у тебя ничего не получается. Ладно, давай смотреть. Айсберг у нас на Лишаке будет. Уже там дефолтные закупы через нулы. Дефолтные закупы. Развит вообще, в принципе, закупы. Есть, есть, безусловно, чем винстрайкам поиграть против этого драфта. Даже лайфстилера можно в теории остановить за счет Гримстроука и его ультимейта привязать кому-то. Можно, можно в этот ультимейт дать рассказ Шадоу Шамана. Там две сетки, например, это очень жестко. Или там два Хекса. Две молнии, кстати, это очень много урона. То есть потенциал есть. Комбинировать можно круто. Комбинировать можно круто. Просто зачастую мы видим Гримстроука, как вчера у нас была игра, а в Гримстроука это и добавить нечего. Вот как раз таки Винстрайки, Флай ту Мун играли и против Баньши. Точнее, не против Баньши, а с Баньшой Гримстроука. С Баньшой играли. И это единственный был, Спирицеф он был единственным сплолом, который можно было дать в ультимейт Гримстроука. Но это было тоже не совсем нормально. Не забываем еще, что инфесбомба есть. Ты всегда можешь драку начать с этого и подсейва нет вот этой инфесбомбы. Если на тебя наупрыгивают, все, ты умираешь по-хорошему моментально. У Винстрайк больше атакующий драфт. Вот у них подсейва нет, который пойдет вперед в инвизи, даст разведку. Здесь очень важно будет именно инициировать и нападать первыми. Купить свои артефакты на Шадоу Шамане это сверхжадный саппорт. Вообще саппорты у Винстрайков жадные. Но Шаман... Скажи это диджею, который просто пикал Шадоу Шамана себе постоянно и выходил там на 20-й минуте с Даггером и Блоккенбаром. Но он доказывал, что это жадный саппорт, то есть, что ему нужны деньги. И тогда он действительно способен на многое. Но нужно для начала накопить. Попытка Айсберга тут не дать назденать крипа, но безуспешно она. И он уже тут хорошо стоит. Но это его сигнатурный герой, понятное дело. Мы прекрасно понимаем, что здесь будет очень круто отыграно. Сверху уже и тюна нападают. Да, слушай, больно. И на самом деле здесь флайта не отхилит на первом уровне ничего. Но на самом деле связка грозная. Дело в том, что Инксвел плюс крутилка это очень сильное заклинание такое. Ты нажимаешь Блэйд Фьюри, ты дамажишь. При этом за счет Инксвел ты еще быстрее бежишь. И потом еще удаешь стан с уроном и еще несколько ударов. Это может быть проблемой для лайфстилера, который зачастую не качает рейдж сейчас очень-очень долго. Нестандартные лайны, видишь, поставили. Они двинули Никса и Бэтрайдера вниз. Как раз таки потому что против Джиггернаут эти оба героя они бесполезны. Да. Что у одного не работает это Скоро Пасса, что у второго тоже на стике не работает. Рейдж вкачивает лайфстилер. Теперь его там будет так просто не забрать через эту комбинацию. Абсолютно верное решение. Да, может быть хотелось там. Но все равно ванды не будут работать. Все равно через ванды ты ничего не заберешь. Здесь кикт не будет подставляться. О, кстати, очень неплохо кикт поставил. Ну вот как-то он спалил, видимо. Флайм мог просто динаить вард. А, он не успел. Он первую тычку сделал. Я так понимаю на какой-то автоатаке по сентри и из-за этого ты уже не успеваешь никак. Автоатак олдскульная. Ну да. Она самая. Никс тем временем выходит в транквил и здесь продолжает гонять. Кстати, у Шадоу Шамана проблемы, причем колоссальные проблемы. Здесь я не думаю, что он куда-то уйдет. Съедается мангус. Шадоу Шаман пытается выбежать, чтобы схватить в сетку. Хватает в сетку под вышкой, но генерал зарабатывает ферстблат. Фогас промазал станом из-за этого все проблемы. Мы нужно сейчас по-собому не сыграть, потому что вчерашние матчи от него были... Тебе не понравилось? Ну, плохо он все делал. Можно лучше. Лучше и намного лучше. Тут что-то как-то айсберг. Я думал, что он в рейнджа прицелится. Все-таки стараются не столько друг друга харасить в начале, сколько этих рейнджовиков забирать. Ну вот он, пожалуйста, Ингсвелл, минус курьер джигернаута, но ничего не работает, потому что есть рейдж уже у лайфстиллера и размен получился такой. Ну, прорезать здесь надо оракла. Моментально. Потому что по-другому ты никак не смотришь. А он возьмет фейдс и дикты. Ну, на третьем надо брать, на самом деле, тогда вообще ничего не будет работать. И все, да. Эта линия... Ну, такая получается линия, на которой практически никто не будет умирать. Не кикт, который стоит чуть подальше, у него хороший радиус. Его так просто не взять. Да и вандов еще нет у лайфстиллера. Не джиггернаут с Блэдфьюри. Джиггернаут тут чуть на этом лайне проседает. На пять крипов его переезжает уже в лайфстиллер. Кстати говоря, вот это может изменить. Вард сняли и не знает Флай, что сюда пришел шадоу-шаман после смерти. Может только догадываться. Ну, заберут здесь ораклы. По-хорошему. Вот сейчас оракл нужно убить. И это все, в принципе. Да. Ластиллер уходит. Ну, ластиллер тут нужно тоже погонять руками. Я думаю, это будут делать как раз. Шадоу-шаман нужно туда идти. Китавра соло оставили снизу. То, что, ну, прекрасно понимают, что у тебя там сейчас это будет лайн делать. Шадоу-шаман и Китавра. Они уже его проиграли. У Батрейдера все будет очень круто. На пусте Китавра хотя бы стоит один там на XP. Пытается что-то отводить. В миде пока все неплохо. Руна появляется снизу. Никс Ассасин здесь. Вот это неприятно. Но его не пропустит сюда Малохо Дэнс. Сейчас Ассасин Беркозь заберет. Хорошо сейчас сделали выход на руну. Да, грамотно сыграли. 1.33 на 3.15 коэффициенты от париматч. Мы понимаем, что Флайт Умун являются явными фаворитами. Нападение здесь Лайфстиллера на Шадоу-шаман Икс Вэлла. Что по Рейджу? Рейдж должен быть использован в последний момент. Прожимает его Витюн. Хорошо. И Флай заберут. Да. Хорошо, я тут замедлил. Кикт. Слушай, но попытается до конца разменяться? Нет. Все-таки 4 стика еще и Джаггернаут выживет. Пятая минута. Выход под баунти руны сейчас будет довольно важный. Сэф уже с ботлом забирает здесь Нюха. Прекрасно понимаешь, что сейчас с дабл дамажем будет динаить. Здесь выход на Лайфстиллер. Но есть Рейдж. Есть Рейдж. Нет стиков с руки. С руки его можно добить. И еще один ударчик. Ну-ка, кикт. Hit and run. Да. Хорошо попадает. И Витюна все-таки забирает кикт за счет своего первого спула. И баунти руны две сверху достается за счет этого команде Винстрайк. Если еще у нас Сэф баунти руну заберет, то 3 в 1. Это очень круто. Kill очень нужно сейчас вот этот был. Причем для Сэфа это еще и плюс ботл пополненный. Очень приятно. Хорошо выровняли ситуацию. Немножко начинали проигрывать. Но вот сейчас ситуация стабилизируется. Меньше тысячи золота. Лишрак Сэф. Небольшое отставание Сэф его с легкостью догонят в лесах. Джаггернаут лайфстиллер в пользу даже Джаггернаута уже после вот этого фрага. Бэтрайдер, Кентавр. Ну здесь Бэтрайдер сильно вырывается вперед и Кентавру догнать его по фарму будет не так просто. Да и ситуация на линии не самая приятная. Заход в спину здесь. Но тут вардик уже стоит от флая. Да, тут ничего не сделать. Прекрасно все видит. Такой очень тривиальный вард. Но он действительно много дает информации. Тысячу голды у нас на что им ноте уже ведут на слайдуму. Хотя и баунти руны были забраны. О, а куда же? Янгджи летел. Он так долго телепортировался. Я не совсем понял на базу. Но все равно не успел. И реген находит для шраг. Да, вот это соль. Вот это, наверное, самое главное событие первых шести минут. Соло килл на центральной линии. Янгджи в таверне. Айсберг получает кучу опыта, доп золота. При этом еще и забирает реген. То есть никуда не уходит. Продолжает фармить. Тауэр снизу падает. Ну, флайдумун все очень круто. Ну, вот да. Винстрайки продолжают далекое плавание по просторам доты. Генерал. Генерал помазал Фогоса. Ну, нет. Фогос без лосо его здесь никак не подтянуть. Ничего с ним не сделать. Генерал все хорошо делает. Просто агрессия на этот тавер, катапульта. Стреляет и стреляет. И Фогос, может быть, даже свою жизнь будет удавать за этот тавер. Кикт. Ой, Айсберга не получилось сейчас за Инксвелить. И в итоге еще один фраг. Два в один ситуация, но Айсберг в ней разбирается. Это еще больший провал, наверное, даже, чем предыдущий отрезок. То есть Айсберг сейчас выигрывает игру своей команде. У него 3 500 Нетворса. Он оттянул суппорта. Он сделал соло-фраг на эсэфе. И такого Лишака может быть тяжело остановить. Скажем так, Джиггернаут имеет Блэдфюри, но если Лишак оденется, он будет спокойно переживать вертушку и он не слэш. И... Полторы тысячи. Да, да. И за счет диаболиков можно Джиггернаут в вертушке пробивать. И в принципе вертушка не вечная. А для эсэфа это вообще огромная проблема. И вот это отставание он уже так быстро не компенсирует. 1200 это много. Падение. Сюда летит уже Кримстрок. Ну вот Теса здесь хорошо. Еще и Карапасы. Сдело поражать. Да, в итоге погибает моментально Shadow Shaman. Инксвел накастован. И садится в него за счет Анфеста. И еще на развороте догонят. Пойдут, пойдут. Да, идут, идут до конца. Сюда уже летит Кентавр минус Курьер у Лайфстилера. Алоха. Алоха продолжает мансовать. Кентавр уже здесь. Но у Кентавра нет стемпиды до сих пор. Алоха просто уходит. Правда, получается сейчас Инксвел Джиггернаут видит его. Но у Джиггернаут очень мало мана. Да и Блэйдфьюри по-моему в кулдауне. В итоге они просто забирают но ТСА не сориентировался. Мог попробовать схватить в сетку и в таком случае легко бы разобрались за счет рейзов и урона. Герои очень противные в офлайт-уман чтобы их гангать. Это и Бэтрайдер и Ник с этими карапасами и Оракл всегда у тебя на подхвате. И толстый уже и Лайфстилер как раз таки с рейджем. Лешак супертолстый парень сейчас. Поэтому хочется пойти вроде исправить ситуацию погангать кого-то. А убивать-то некого. О, еще один фраг. Без Юла. Какого-либо еще ассиста от тиммейтов. Он просто соло. Он уже против четырех героев. Посмотри, три героя набегают и одного он забрал на миде. Айсберг продолжает солировать на этой карте. 4 900 нетворс. А когда вот такие проблемы у тебя на миде происходят, ты всегда забываешь про Лайфстилера, которого... Ты просто не можешь его убить. На него нужно кинуть хекс большого уровня и потом в сетке подержать очень долго и чтобы его там забрали. Он тебя всегда сделает рейдж-тп от тебя. И у него будет все хорошо там буквально через там... У него уже все хорошо на самом деле. И он будет идти и топ-1 по нотпорсу там чуть ли не скоро станет. Ну, пока что топ-1 тяжело, потому что у Лешрака все слишком круто. 5 100 нетворса. Вторая позиция 3 800 это Лайфстилер. И третья позиция делит между собой Джаггернаут и Бэтрайдер. ССФ отстает. Ну, хотя вот сейчас он догнал хотя бы Джаггера и Бэтрайдера. Кентавер отстает еще сильнее. У суппортов дела тоже так себе. Под десятую минуту захват аванпостов. Хороший фраг на флай удается сделать. Но сюда приходит Айсберг. К Айсбергу нужно играть здесь поаккуратнее. Пошел ультимейт от Кентавра. Кентавр отходит. Айсберг продолжает гореть. Сбивает тебя. Банчо подходит. Алоха нужно. Айсберг. Инфест. Спасает Айсберг. Айсберг все еще жив. И в итоге ССФ лопается. Но Айсберг выживает буквально на каких-то кропалях. Сейчас Айсбергу нужно просто не погибнуть. Дает в рейндроп. И стычки добивает Стилер сыграл классно. Сел в этого лишака. Дал ему дополнительные хп. И в итоге 2800 урона от него. И они все сделали. В общем-то... Сделали все отлично. Но я думаю, это конечная точка была. Потому что у тебя очень много народу умерло. Никто не фармит. Тебе трудно сейчас как-то ситуацию-то исправить. Ты помнишь про эти пики говорил, которые вроде ты играешь, но победой-то не пахнет. Вообще ни на какой стадии игры. Вроде бы и пик рабочий. И вроде все есть. И комбинации. Но вы так сильно подзалили, что все уже. Армалет у Ластилера появляется. Там Блайтстоун летит, который тогда в Курьере сбили. 6000 перефарма на 11-й минуте. Это... Вот очень много. Это колоссальный разрыв. Тут травела на Бэтрайдере, травела на Лешраке. Все это будет быстрое. От этого попробуй вообще убеги. Никс бегает по карте в Инвизе. Напрягает это все. Туда прилетают постоянно герои. Ну вот сейчас шанс с Винстрайком. Просто как-то... Каким-то образом выиграть драку. Вот Змейки Шаман получает. Сорвать стрики, и они смогут вернуться. Но штука в том, что если они драку еще проигрывают, у них моментально падают строения за счет Лешрака с раскачанным Диаболиком. И они просто полностью отдают сопернику карту. Разбивают смоук прямо на варде оппонента. Прямо на варде оппонента. Да, да. Все здесь видно было. Сентри чуть-чуть не туда поставили, не угадали. И в итоге... Лохан не к себе моментально по Тавру бежал. Наверное, в таких ситуациях стоит потратить два сентрика, может быть, даже три сентрика, чтобы точно быть уверенным, если это настолько важный смоук. Ну, на самом деле, они выходят в смоках, никого не находят, но они сейчас могут Тавр подпушить. Это тоже будет... Размен будет. Такое ощущение, потому что нижний Тавр будет забирать на Синстайке. Сверху попытка ганга. Но тоже выходят на Тавр. Они по Варна прогулялись, просто которые стоят на верхней части речки. Кентавр находит его. Кстати, через Крапас он может получить моментальный стан за счет комбинации Вендетта-Крапас. Так, ну здесь он уже в безопасности. Алоха просто продолжает патрулировать. Видит Кикта. Ага, Кикт тоже видит Алоху. Алоха понимает, что его там видно. И выходит из Вендетты. При этом Тир-2 забирается на верхней линии. Снизу собрали Тир-1, но потратили Змейки Шадоу Шамана. Пока легко. Пока легко. И... Флайт и Монт фармят. А чем больше они фармят, тем они сильнее. Там будет и Лайстиллер, и этот Лешрак Дикий. Нет, понятное дело, что Сеф с Джаггером выиграют в лейте под Кентавром и под халявным Хексом от Шадоу Шамана. Но пока до этого доживешь... Знаешь, тут все в исполнении. Халявный Хекс и там... Ультимейт Гримстрог это все нужно исполнить. Все нужно исполнить. Айсберг видит Чикеряо. Сейчас будет отступать. Его попробуют... Не, ну он даже не отступает. Он просто сидит за вышкой. Куда за ним никак не залезть. Он просто один в окружении пяти оппонентов. Все, не знаю, пошли на него нападать. Но как-то сверх неуверенно сюда делаются телепорты. Пошел он не слэш. Пошел. Неплохо Солбайнт. Ну какой же он жирный. Лешака просто не пробивает. Ну что, Оракл дал ему фолз-промис. В итоге Лешак уже одного забрал. Лешак заканчивается! Заканчивается у него... Чуть не добили его. Да, чуть-чуть не хватило на самом деле урона. Но не хватило. В итоге пока что только Оракл в размен на Гремстроука, на Кентавра и на Джиггернаута. Ну вот, пожалуйста. Оракл прилетел первый. Кстати, это отличная игра от команды Fly to Moon, что у них именно Оракл полетел первый. И все. И одной кнопкой засейвил своего тиммейта. Еще там, еще и СФ огонят. Не хотят отпускать. И уже на телепорте здесь Лешак прилетел. Но СФ тоже будут убивать здесь. Скорее всего, вряд ли он Да, да, да. Очень много дэмэджа уже от Лешака. Там 12 уровень. Травела. Травела бешеный мувспид. Травела еул. Травела барабаны будут у Бетра и Дра. От этих ребят просто не убежать на такой стадии. Ну и Сноубол продолжает расти. Вот они не добили Лешака первый раз. Не сорвали стрик. Второй раз. И сейчас уже 8000. И сейчас уже Лешак становится проблемой номер 2. Потому что Лайфстиллер становится проблемой номер 1. 7300. У него дезолятор, армлет. Как его пробивать? Что с ним делать? Дезолятор на подходе. Буквально там тысяча остается. Да, она в нее попадает. Айсберг. Сейчас могут догнать на самом деле. Нет, не пойду дальше. Рискованно. Рискованно. Опять же стрик. И можно спокойно вот эти линейку Тир-2 таверов посносить. Выйти на Рошана и там уже потихоньку заходить под дезолятор как раз-таки на Лайфстиллер и под Диболик и Дикт. Тавара будут очень быстро падать. У Кентавера Даггер там, по-моему, есть, да? Они только не хотят заинициировать. Ну, если нет... Нет, нет, Даггер. Без Даггер. Ну, как бы тут вообще тогда можно просто развести руками, потому что без Даггера здесь инициации нормальной не будет. Очень жадные в этом плане герои. Нужен Даггер на Кентавре, нужен Даггер, а возможно, там еще и линза какая-нибудь на Шамане. А где взять? Где взять, да? Когда ты проигрываешь 10к. То есть, это что у оппонента, что за артефакты будут, когда у тебя будут вот это вот... Уже блинк на Никс Ассасине. Но Никс Ассасина ловят. Это небольшая ошибочка лохи. Его пытаются подсевить. Солбан, неплохо! Лишрака закрыли! Закрыли Лишрака. Садится в него лайфстиллер. Пошел фолс-промисс, но урон получают. Тем не менее, бьют Лишрака. Очень много урона вносят по нему. Он может погибнуть. Или нет? Или нет? Нет, все-таки погибают. Там очень много дэмэджа было. Нереальный дамаг. И это драка за командой Винстрайк. Это уже точно. Ведь он пытается убежать. Флайя попробует подцепить, но Флайя просто убегает на ноге. Никто его не может догнать. Ну и Лишрак тоже должен отсюда. Очень жадно пошли, на самом деле. Да, зацепили Флайя. Лишрак все еще живет. Он просто нажимает... Там ультимейт есть у Джиггернаута, и поэтому он... Видишь, очень круто сделать телепорт в крипах именно. Потому что если бы отошел, то там моментально Джиггернаут его смел бы. Да, с Момом он съедает за секунду. Это шанс. Даже с первым ультиматом. Это шанс. Ну какой шанс? Посмотри на разрыв. 9 тысяч. Тем не менее, они хотя бы смогли подраться. Здесь такой еще работает тема. Сейчас мы посмотрим вот этот ганг на Кентавра. Это самая комбинация Вендетта, Карапас, Кентавр. Кентавр живет. Такая ситуация. Если Винстрайк выигрывает драку, то потом, пока соперник рестается, их ультимейты немножко успевают откатить. Если же они проигрывают, проиграли, их моментально сносят. Поэтому для них есть шанс, если они драку за дракой будут побеждать, что они смогут драться постоянно. Но правда вот сейчас драться не стоит, потому что у них еще ничего нет. Нужно немножко было отсидеться. Но они полезли куда-то вперед. Есть умни слэш. Умни слэш от Джиггернаута, но он... Кентавр окупается. Нужно отходить. Там Лавсер попадает под Хекс. Там дальше генерал пытается идти. Там уже опасно на самом деле. Хорошо. Здесь Алоха врывается. Но ХЛП нету. Никто не может ему помочь. Станки Тавра моментально в ответку. Алоха на Карапасах. Отлично. Троих героев сразу ловит. Какая же великолепная игра от Алохи. Шаду Шамана здесь тоже будет забирать. Улетает здесь 1СФ. Это 4-0 без каких-либо шансов для Флайту Мун. Браво, Алоха. Просто браво. Шикарная игра от Флайту Мун. Ну и самое главное, это решение, которое было принято. Решение подраться. Пока у соперника нет. Вот сейчас появляется Стэмпид. Сейчас появляется Солбайн. И сейчас появляются обновленные коэффициенты от Паримач, которые говорят нам о том, что здесь практически все кончено. Я не совсем понимаю, почему винстрайки пошли драться. Ведь они понимали, что им нужно подождать буквально 20 секунд, и все. Все ультимейты будут. Можно драться. Да еще и умни слэш, который они в прошлый раз не потратили. Но теперь умни слэша нет. Все ультимейты откатили, но бараки уже не восстановить. И это решение стоило им слишком дорого. Вот здесь, я думаю, как-то они, не знаю, немножко... Вот это вот. Непонятные... Холодные головы. Да, непонятные решения в ключевых моментах, когда им нужно драться, когда им не нужно драться у них ногу. Вин кондишн отсутствует по ходу. Папел с гифт выпадает. Очень крутой артефакт. Можно как раз таки кому-то... Да там уже лишь раку можно. Да, лишь раку... Ой-ой-ой, тут прямо здесь и сейчас все может закончиться. На варде прошли винстрайки. Ловят одного, ставятся змейки. В хексе погибает. Ой, где-то там... Из-за змейки еще 300 градусов получится. Да, в итоге очень быстро забирают. Здесь еще подкоп от Алохи, но чекеря успевает раскрутиться. Минус змейки, минус шадоу шаман, минус гримстрок и еще больше денег получает флайт умона относительно своего оппонента. Рошан, которому никак... Которого никак не смогут законтестить. Которому никак не поможешь. Не поможешь. А хотелось бы, да. Бафнуть как-нибудь Рошана. Глифт на Рошана какой-нибудь завязать. И с Аегисом, который возьмет скорее всего айсберг, потому что только его здесь можно убить из важных. По-хорошему, да. Если Лайфстиллер хекс не ловит, то его вряд ли тут убьют. Просто Лайфстиллер потом может получить фолс-промисс, нажать свой рейдж и за счет вандов и своей пассивки очень жестко отхилиться. А у Лишрака такого прям крутого лайфстила нет. Его там надо как-то хилять. Это немножко сложнее. Алоха пошел вот так как раз Алохе и Агильщику отдали попел с гифт. И пошел искать. Ищет, ищет. Джаггер пропушил низ. В этот момент команда выходит аккуратно. Понимают, что нужно держаться вместе. Сбиваются Вардем, Апсервер, Сентри, Флайем. Занимается уже такая позиция под финальную атаку. Ну, нужно что-то нереально. Нужно как-то поймать в сетку двух героев Солбайн. Так видят Алоха. Стан, Кентавр, в Карапас. Алоха успел отреагировать. В итоге Кентавр уже съел лайфстиллер. Для него это не проблема. Погибает Гримстрок, погибает Шадоу Финт. Это гуд гейм. Это гуд гейм. И победа команды Флай ту Мун за 20 минут. Даже быстрее ГГ было написано. Опять безидейно. Они пытаются отталкиваться от своих вот этих персонажей. Кого они там взяли? Кентавр, Гримстрок, да, у них, по-моему, был. Кентавр? Ну, они на те же грабли наступают. И тут вчера им Virtus.pro доказали, что ваша стратегия против одного героя не работает. Мы берем Оракла, пихайте, что хотите. Хотите инициируйте, хотите нападайте, мы кинем False Promise и все. Как бы мы выиграем драку. Абсолютно то же самое. Просто как под копирку. Ну, знаешь, я бы здесь еще добавил, что толком-то мы не увидели из-за очень сильно залитого мида. Потому что то, что сделал Лайсберг, ну, соло-килл на миде, это всегда много. Второй момент, это когда его приходят убивать два героя, третий момент, он спушивает вышку, четвертый, его приходят уже вчетвером, он убивает одного и пятый, когда он врывается на аванпост, выживает на ЛОХП. Получается такой колоссальный сноубол, который вот потихонечку рос и в итоге этого Лешака один раз смогли убить. Но, к сожалению, зацепиться за это не смогли. Игра получилась короткой, аналитика будет еще короче? Надеюсь, нет. Или длинный будет? Не, он ходит 25 минут, чтобы мы тут болтали. Мы да. Я подробен, конечно. Мы да. Сколько угодно. Что ж, друзья, катка, конечно, была, я бы сказал, такая лайтово-открывающая. То есть, когда у тебя, в отличие от предыдущего, кстати, дня, когда у нас вчера первая БО-3, были две по часу, серьезная борьба, камбэки, перевороты и так далее, здесь сейчас получилось, честно говоря, она украйне слабенькая. Вот. Что не получилось с реализователем страйком? Ровно один вопрос. Димон, закрыли ли СФа? Лешаком. Закрыли СФа Лешаком или нет? Богдан закрыл Янджи. Хорошо. И создается впечатление, что там вообще любых героев поставят. Лешак, Винув Пейнт, да кого угодно, он его разнесет без шансов. Не, ну Асберг, да, реально, сильно стоит. Возможно, да. Или очень слаб Янджи. Вот последние два дня мы видим, как он играет и пока у него получается так себе. То есть, он вчера без шансов проиграл на Вану, ну, понятное дело, что разница в скилле колоссальная, а теперь он еще и без шансов проигрывает Богдану, где много ситуаций, в которых он может спокойно уйти, но вместо того, чтобы уйти, он идет драться. Просто я пытаюсь вспомнить, по-моему, вчера был формат Темпларка против СФ и формат Вайпер против Ускара. То есть, вчера вот был момент, где у Вавана типа героев разы лучше. Нет, Вайпер против Ускара был, по-моему, против Хелл Райзер. А, возможно. Ну, короче, я про то, что в целом они использовали свою позицию Ластфика для того, чтобы дать Вану шикарного героя для стояния в центре. Здесь, ну, был Ластфик у Виннстрайка, и они сделали такой стап, чтобы Айсберг выбирал героя, на котором ему будет комфортно стоять. Да, но, при этом всем они хотели Ластфиком брать себе Кора, для того, чтобы, соответственно, не чувствовать Бэтрайдера. Да, но для чего брать Ластфиком Кора, если ты уже видишь Кора противника, и можешь позволить себе брать ВСФ, ну, там. А тут был момент, что из драфта было видно, что они хотели взять себе Ластфик, чтобы Кор прекрасно чувствовал против фражеского флейдера. В данном случае была идея, что Джаггернаут находит Бэтрайдера и кайфует, но Flight of Moon сделали мудрее. Да, они просто слапнули линии, и по итогу сила Ластфика и Винстрайка была почти не реализована, потому что Бэтрайдер стоял на максимально комфортной линии. Да, так и было. Давайте переходить к хайлайтам, посмотрим, что там у нас происходило. Там с поливарня должна быть. Поливарня. Потому что ситуации, где у тебя мидер убивает мидера противника в соло, вот так вот, без ганга, без ничего, убивает потом саппортов и все прочее, но это говорит о том, что у тебя где-то вот совсем что-то подходит. то есть тут в данном случае видно, что СФ там толком даже не может замахнуться кайлом, бегут саппорты, все бегут вообще, все, кто могут пытаться что-либо сделать лишь широко, он месит в анекс-два, в анекс-три. Я понимаю, что в ситуациях где-то лишь один на один с возможностью курьером привезти себе что угодно, сейчас народ там на СФ условно может притягать 20 мангосов, 40 фласок, потому что ему нужно просто стоять и получать там левел и не умирать. И вообще в принципе СФ, вот так как он умирал, он мог играть, ну можно играть много надежнее, то есть пришел на линию, дал два кайла, пропушил линию, пошел фармить лес. Пошел лес, подвигал, не обязательно идти бороться с лишраком прям лоб в лоб, не обязательно этого делать. Ну видишь, он сначала проиграл ему лоб в лоб, потом позвал саппорта, его там они уже должны были выигрывать его. То есть иногда у СФ всегда есть аут уйти в лес, вот допустим, вчерашний Ускар, например вчерашний Ускар, вот он ушел в лес, но он там не фармит, он фармит супер медленно. А СФ может уйти в лес в любой момент и он вынесет почти столько же, сколько... Может даже больше. Если он выйдет в лес против Лешака, то Лешак снесет тавер. Нет, нет. Я же сказал, что ты выходишь два кайла. Да, ты можешь два кайла. Да, даешь два кайла, лично пропушивается, у тебя есть там где-то в среднем 20 секунд, ты заходишь в лесочек, быстренько поп-поп, убил Крипчиков, выбил нейтральный айтем и вернулся на линию, дал еще два кайла. И позвал саппорта под пятую минуту, когда там каретка выезжает. Легчайшая. То есть ситуации есть такие, где ты можешь себе позволить подавить, повоевать, там рука в руку, типа я жесткий, ты жесткий, я тебя перекликаю, там здесь фэйр-фэйр-я нажму, тут ты нажмешь, бывает такое. Но в рамках плей-офф большого турнира вот эти дайвы очень часто не окупаются. И здесь тоже самое. И звать вот такого героя, как Гримстрок, который вешает на себя щит и вбегает Лешрака, это какое-то вообще извращение. В этом плане, да, Лешрак, наверное, лучший герой, потому что ему просто плевать. Ты просто отправляешь своего суппорта насмерть. Ну да, но если ты наразмен на мидер, то все в порядке. В этом своя идеология. Ты говоришь, сапп, идешь, умираешь, зато ты станешь... Он пошел, умер. А потом я тебе подаю кайлы, и, соответственно, Лешрак умирает. Лешраку хуже этого не стало. Но там на Крополях плюс-минус, не надо. А Айсберг просел все. На Крополях следующий момент должен быть. Давайте следующий момент. Можно вас сразу посмотреть. Да, это он. Это определенно он. Ну, здесь Айсберг просто влетает, да. Ну, чужой Ланпост говорит, здорово, пацаны. Че, мэй, как дела? У тиммейта есть. Вот единственное, что у Янджи нет маны, и поэтому, то есть, он здесь просто бьет с руки, и вот этого не хватает. Ну, и крутая игра, конечно, вот Тюна, да. Ведь он, в принципе, спас его не только здесь, но еще вот в этом дайве на Тир-2 вышку, один из последних игровых моментов, где зафокусили Шака, он получил Фолз Промис, но без Найкса он точно не выживал бы, и Найкс тоже засунулся в него, соответственно, Инфеста плюс Фолз Промис. Да, комбинация реально крутая. Дальше был такой уже момент, что, ну, было видно, им тяжело, они проигрывают, уступают по Натерсу, и они решили прям вот крепко ворваться под Т2, вообще прям глубоко-глубоко против команды с Ораклом, которая сто процентов засейвит кого-то, и это немножко не тот момент, да, это здесь у нас пока... Это еще припред тот момент. Да, это припред тот момент. Тот будет, видимо, подсадить, потому что там уже финал. Потому что здесь у нас сейчас убит Кентавра, потому что тот момент уже был, вот. Он, Кентавр, байбекается, и по итогу умрет еще раз. Ну, вообще урона не хватает, то есть мы вчера, опять же, нам сейчас Майлову на комментировании грамотно рассказывали, я могу повторить, что вчера смотрели игры с Virtus Pro, где каждая игра была Торакл или какой-нибудь Шедо Демон, ну, какой-то герой с подсейвом. И все сводилось к тому, что ты не можешь просто добраться к герой и запустить нужного тебе. Мы смотрели хайлайты игры в Virtus Pro, где там условно Рамзе стоит в Рошане, мне обрываются Шторм, Оракл, так и говорит, здорово, жмит ультимейт, все, до свидания. Оракл мой любимый спорт, мне, напротив. Вот, и я про то, что если ты видишь Оракла на ФП, на один из первых двух драфтов, возьмит что-нибудь, что находит его, ищет его, убивает его. То есть, я не знаю, там вот, Шторм Спирит, поехали, там, Рикки Мара, вперед из песни. Любой герой, который до него добирается. Либо, раз у вас есть такой кентавр, ну, поставьте условно какой-то вард, вбегите в Оракла. То есть, ну, иначе вы с Роникова не убьете. То есть, так хотя бы что-то будет. Ну, здесь еще, опять же, да, надо пройти Алоху и Генералу у тебя, два контроля. Ну, да, нужно пройти Никс Астаси, на которой не место, где бегает Вендетти, нужно пройти мимо будет радар, который летает, и у него имеется FlyVision. То есть, это, ну, идея хорошая. Сейчас вроде не особо у него в FlyVision. Ну, он летает, он все видит вокруг, я так сказал. Да и не летает особо. Ну, в смысле, он проходит сквозь текстуры, но это не полет теперь. Окей. Не летает, так и запишем. Ну, все, не летает. Ну, тем не менее, все равно через него реально нужно пройти. Что не умалять? Это правда. Это правда. Все еще довольно сложно. Ну, и, соответственно, да, вот Янг-Джи пытался подобраться до БКБ. И до Тавра. До Тавра тоже пытался, тоже не получилось. Но это логично, когда у тебя настолько все грустно, типа 1-4-4 все-таки. Ну, короче, Тальварня для Боди. Да, да. То есть, на сноуболе на темпе у Боди все хорошо. Когда ситуация противоположная, у Боди все плохо. Видно, что по-прежнему очень многие команды играют только от атаки. То есть, если они не атакуют, они из тир 2 или из тир 1 превращаются, не знаю, в тир 25. Ну, это очень сильно напоминает интернессу паблика. Там тоже брони никогда не имеют. Ну, посмотрим. Опять же, получится ли это сделать у Минстрайка во второй карте. Сейчас отправимся на маленькую паузу. Но перед этим я вам напомню о том, что в Инстаграме у нас снизу есть плашечка. У пари матча проходит... Прошу прощения, у нас на Додова Руха проходит розыгрыш 15 шмоток. 15. Вот. И, соответственно, вы можете поучаствовать, залутать одну из них. Давайте отправляться на паузу.